Ну что ж, это естественно Craft for Life. На самом деле сборочка оказалась такой небольшой, аккуратненькой, но интересной. Я прям с удовольствием её проходил. Я просто почему так говорю? Мне кажется, что сегодня будет финальный выпуск. Вот это вот. То есть мы сегодня с вами отправимся, естественно, к Ender Dragon. У нас всё для этого есть. А я, если не ошибаюсь, вот сюда положил... Нет, я их положил в сундук. Кстати, да, вот этот слот, я знал, что он здесь есть. Я показывал его в одном из выпусков. Но я не знал, что через Ctrl-E открывается бэкпэк вот именно там. То есть чего я только не пробовал. Какие клавиши? И Shift-E написали, кстати. Да, нет, не Shift, Ctrl-E, и он там открывается. Это вообще трындец. Почему на Ctrl? Я почему-то никак не мог найти в конфиге. То есть, ну, в настройках. Не знаю, не выходило, поэтому я типа плюнул и решил таскать просто в слоте. Так, секундочку. Мне нужно, наверное, штучки 4. Я хочу просто сделать... А, нет, я хочу сделать улучшенные хилки, естественно, туда, чтобы Контр-Дракона взять. Давайте сейчас быстренько это провернём. Дальше. Я всё-таки хотел сбегать до библиотекаря, посмотреть, что у библиотекаря продаётся. Хотя бы просто глянуть. Я очень сильно сомневаюсь, что на первых уровнях у него будет, как называется, какая-нибудь книжка с заклинаниями. Столаза Чарвани здесь я также не нашёл. То есть, я всё вроде перерыл. Нету его. Не вижу я его. Чёртова знает почему. Ну, видимо, специально убрали, чтобы люди пользовались оружием другим. Они стреляли при помощи этого. Слушай, мне вот эти вот как раз... Вот они, наконец-то. Вот эти листочки нужны. Мне нужно четыре штучки примерно. То есть, мы сейчас можем это положить сюда. Дальше это раскладываем таким образом. И получаем в общей сложности восемь хороших бинтов. Плюс у меня парочку бинтов есть вот здесь вот. Три бинта. Это первое, что я хотел сделать. Второе, это библиотекарь. Библиотекарь был там, где мы с вами устроили пожар в лесу. То есть, там, где я пытался при помощи пожара защитить дом. Ну, в принципе, мне это удалось. То есть, на самом деле, как-то там поменьше заборить стало. Потому что в непосредственной близости было меньше деревьев. Ну, может быть, мне так просто показалось. То есть, как видите, прямо вплотную ни одного дерева сейчас не осталось. Даже что-то мне казалось сгорело, когда я подходил. Но, видимо, потухло. Я здесь постель забыл. Ладно, не страшно. Как я отсюда выбираться буду? Ладно, поставлю блок какой-нибудь. Так, ты шефард. То есть, ты пастух. Торговать. И ты, в принципе, покупаешь нитки. Ладно, хорошо, запомним. А ты? Да, вот у нас с вами Гектор библиотекарь. И он покупает бумагу. И вот мне нужно именно его прокачать, чтобы у него появилась новая... Блин, слушай, это вообще-то на самом деле какое-то... Ну, я не знаю, не то, что чит, это какое-то издевательство. Я могу сложить их? Не могу. Библиотекаря растроговать не получится, потому что из-за измененных стаков он требует 27... Помогите, что за бред? Я думал, так оно сработает. Но нет. Ну что ж, значит, мы с вами отправляемся домой. Потому что здесь, в принципе, больше ничего не нужно. Я, когда был в пещерах, не собирал золото. И потом, придя домой, я понял, что я кретин. Я реально кретин. Потому что золото нужно для того, чтобы делать золотые гребаные морковки или золотые яблоки. Вот для чего оно нужно было мне. Я его изначально для этого собирал. Но потом, когда я узнал про кольцо и про то, что можно сделать... Энгейджмент, это... Помолочное кольцо, соответственно... Господи. Занялся этим, потратил все золото туда. И вот сейчас, вот только я, когда собрался, естественно, к Эндердракону, вспомнил... Секундочку, а что я там буду кушать? То есть, хотелось бы с собой взять какую-то мощную, классную еду. И... Да, понятно. Но я надеюсь, что мне хотя бы на парочку морковок хватит. Дальше постараемся не шифтовать, не бегать. Возьмем еще какую-нибудь с собой еду. Там, не знаю, может быть, яблоки. Яблоки очень хорошо самые обычные восстанавливают еду. Ягоды, вот, кстати, мне же чем нравятся ягоды, тем, что... Они хорошо... Ну, как бы, всего по половинке восстанавливают. Но их можно есть в неограниченном количестве. То есть, ты как бы ими не наедаешься. Или они тебе, так скажем, не приедаются. И поэтому нет замедления в потреблении. Потому что... Ну, если вы не видели, если это... Я не помню, чтобы я это показывал. Так вот, когда ты ешь одну и ту же еду где-то пятый раз... Он пытается ее сгрызть, не знаю, на протяжении 40 секунд эту еду. И она восстанавливает очень-очень мало голода. Плюс, я хотел взять с собой обязательно вот эти вот как раз грибы. Я не знаю, сколько мне там понадобится. Ну, штучки хотя бы... Ммм... Четыре. Потому что грибы чем хороши? Их можно посадить. Ну, то есть, они будут вот так вот посажены светить. А можно просто бросить. И они все равно будут давать свет. И из-за того, что здесь предметы не исчезают очень долго, это было изменено. Соответственно, это можно использовать как факелы. То есть, не ставить факел, а именно просто грибы раскидать и все. Я хотел показать, как выглядит дом ночью. То есть, насколько здесь все освещено и насколько прикольно стало выглядеть. Ну, мне нравится. Там на крыше немножко косяки. Но вот так вот, если смотреть, дом смотрится так прикольненько. Как будто бы небольшой домик реально. И какой-то там замок огромный, которым ты почти не пользуешься всеми этими помещениями. А именно такой прикольный небольшой домичек. Ну что, давайте выкладываем. Теперь. Блин. Я думаю, что можно сделать вот так вот. Вот так вот. И вот так. Получаем в общей сложности 50 пуль. Вы знаете, тут на самом деле очень много. Я думаю, что мне даже столько не понадобится. Ну, надеюсь, что столько не понадобится. Мы с вами сделаем вот так. Есть, хорошо. Стрелы все равно нужно с луком взять. Лука у нас с вами никакого зачарованного нету. Так что будем пользоваться обычным, кстати. Обычного тоже почему-то нету. Давай раз, два, три. У нас с вами осталось немножечко пороха. Порох можно тоже сейчас использовать. Потому что я хотел сделать динамит. Но помимо динамита здесь я только что обнаружил еще одну классную штуку. Без понятия, как работает. Сейчас и протестируем. То есть это сюда. Это сюда. Вот так вот. Получаем с вами динамит. Без понятия, как ты... Как он работает-то, кстати? Ну-ка. Правый клавиша мыши. Черт. Фух. Черт. Разнесло охлаждающую броню. Шикардос. Ладно, протестировали. Да. Я все понял. Я все понял. Офигеть, киданул. Хорошо, что я сейчас себя не убил. Потому что я еще ни разу не умирал в этой сборке. И не хотелось бы начинать. Вот серьезно. Не хотелось бы начинать. Я прям изо всех сил боролся за выживание. И, ну как сказать. У меня вроде пока что получалось. И с холодом справлялся. И со всем. Но вы сами видели. Я специально вот эти вот все самые жесткие моменты. Когда вот-вот сейчас умру. Оставлял, добавлял. И помните там. Можно было бы зажечь на земле при помощи огнива. Огонь. Но почему-то как-то в критической ситуации я об этом не подумал. А подумал о другом. Подумал о том, что я могу закопаться под землю. Я точно знаю, что под землей немножко теплее, чем на поверхности. И из-за этого начал это делать как раз. Вот. И сейчас я, честно говоря, ожидал, что ничего не сработает. И я думал, что нужно как-то применить. Например, зажечь об огонь. Там фитиль или еще что-нибудь. Но все сработало. И оно жахнуло. Шесть. Насколько хороши ботинки получаются. Два, один, тринадцать. Ну-ка, подожди. Стоп. Это не то. Контрол Е. Три. Два, один. Ну, в общем, неплохие на самом деле ботиночки. Можно их одеть. Жалко, что мне нету больше адамантия. Я думаю, что многие уже поняли, что при помощи динамита я собираюсь сделать. Посмотрим, сработает или нет. Я хочу взрывать клетки. Но не факт, что мне удастся легко к ним подобраться. Есть, конечно, вот какая сложность. Нам с вами, видимо, придется очень серьезно покопать. Потому что она может находиться очень глубоко, эта крепость. Ну, сами понимаете. А блоки здесь очень плохо ломаются. То есть, ты первый блок ломаешь, второй получает жесткость под ним. И типа там минуту или что-то типа того он жесткий. И, соответственно, ты его не можешь нормально добыть. То есть, тебе приходится потратить очень много времени. Даже соник своей киркой. Так, ну-ка. Да, нам придется плыть. Видите, я реально согреваюсь. Ну, это очень сильно тратит сейчас воду, пищу. Так что долго так не попрыгаешь. Я не могу жечь лед. На льду ничего жечь нельзя. Да где хоть какой-нибудь остров-то? Чего, назад? А, я пропрыгал мимо. Класс. Так, этот взорвался. Сейчас все начнет таять, да? Я в воду упаду. Да, все. Здесь он уходит под лед. Все, понял. И что делать? Такого поворота событий я не ожидал. Вот туда. Стой. Ага, понял. Это на самом деле не так сложно, как кажется. Видишь? Раз, у нас здесь кислород. И воды нет. То есть, это на самом деле гораздо все проще. А вот это плохо. Тихо, спокойно. Блин. Здесь песка нету. Но под землей не будет так холодно. Это хорошо. Там сейчас еще и факела будут. По-любому. Не подумал я о том, что мне понадобятся факела здесь. Главное, чтобы у меня не было, как всегда. Когда у меня вспомнится что-то все в стене. И вообще там сидишь, мучаешься. Три часа пытаешься найти, естественно, портал. Главное, чтобы этого сейчас не произошло. Он пытается проломить. Нормуль. Так, смотри. Вот еще нашел. Козлина, а. Ты гребная генерация. Вот все время у меня так. Вот просто все время. Так, стоп, ладно. Здесь кто-то есть. А, вижу. Тебя, наверное, здесь оставим. Хотя нет. Вот это поставим здесь. Слышите? Там где-то еще двери. Я тут уже психанул, начал все копать. Видите? Просто все. Просто стоп. Ну ладно, стук это не то, что я хотел показать. Там булькает. Это лава. Я нашел. Я нашел ее. Блин. Я ее нашел. Обалдеть. Я не знаю, насколько там сейчас будет жестко. Вообще, что там будет происходить. Возможно, я умру. Но самое главное, я ее нашел. Я сюда могу вернуться. Единственная проблема, что это прям реально очень далеко от дома. Возьмем с тобой винтовку. На всякий пожарный. Что мы еще можем сделать? Стоп. Подожди. Вот это. А, лук нужен. И стрелы. Лук и стрелы. Хорошо, ладно. Значит, пока что... Пока что вот так вот. Вот так вот, лук. Все, полетели. Это, в принципе, хорошо. Теперь понять, куда идти. Окей. Окей. Мы даже, в принципе, неплохо выбрались. Здесь не так темно, как могло бы быть. Нам сейчас нужно вот туда аккуратно подниматься. Давайте прям аккуратненько, по-быстренькому вылезаем. Потому что не самая лучшая идея сидеть здесь, среди блоков. Эндер-дракон может прилетать, задевать тебя крыльями. Очень больно наносить удары. И порой бывают такие моменты. Ну, то есть, я не знаю. У меня такие моменты были, что как-то вот застреваешь в нем. Он слишком много урона вовсекает тебе сразу. Едина временная, и ты просто умираешь. Чтобы этого сейчас не допустить, просто выбираемся. Ну же, давай. Просто выбираемся отсюда. Вон он летает. Эндерменов нету. В общем, спаун поломан вообще. Капитально. Я понял. Есть только он. Но с другой стороны, ладно. Я и так натерпелся от этой сборки предостаточно, чтобы щендерменов здесь терпеть. С какой-то стороны, это получается слишком просто. Я согласен, друзья. Но что я могу поделать? Что я могу поделать, что здесь такая фигня? Сорян. Я надеюсь, что в следующей сборке... О, хорошо цепанул. В следующей сборке там никаких проблем не будет, но там ютубер снимает. Там не один ютубер уже снимает, иностранный. И вроде все хорошо. Поэтому... Поэтому я очень сильно надеюсь, что все будет нормально. Дядь. Погодь. Мне нужно попить. Мне нужно попить. Предположим, здесь. Уходим. Так, что мы будем делать с этим вот с вами? Как мне с этим решить вопрос? Пристраиваться, нет? Нет, мне кажется, пристраиваться не очень хорошая идея, да? Мне кажется, пристраиваться... Сейчас... Самая отвратительная идея будет. Ну-ка. Нет! Нет! Тихо. Что это? Ну ты прикинь, а? Я недалеко от дома. А, не, нормально. Дом вот там вот. Все хорошо. Иди нафиг. Ладно, несемся домой. Дойти-то сюда не самая большая проблема. Самая большая проблема заключается в том, что... Собака, постой. У меня персонаж пробит. У меня пробит персонаж. У меня есть? Да, где-то бинты. Да не надо! Нет, 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 нет. Уйди, уйди, пожалуйста. Уйди. Черт, я бегать не могу. Бинты. Бинты, срочно. Да не то. А, давай, тело. Что делаем? Так, подожди. Ведро минус. Леггинсы. Бежим. Так. Нога. Нормально. Другая нога. Он летит. Идем. Бежим. Все, что угодно делаем. Все хорошо. Сейчас будет заживать. Все будет хорошо. Он сел. Голова. Все. Нормуль. Живем. А. Выйти. Кровотечение дало этот эффект. Я ни черта не вижу. Я попал. Смотри. Я хочу попытаться кинуть динамит. Я могу бегать. Это хорошо. Это уже год. Я попал? Да вроде почти. Бежим. Не даем ему подлетать. Не даем. Где он? Вон. Вон вижу. Взорвись. Странно. С той стороны. Справа пробил. Бежим. Ноги. 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 Лечимся. Хорошо. Стоп. Патронов нет. Бежим. Ну какого черта ты так делаешь, а? Здесь бин был. Вот он он. Ладно. Живем. 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 Спокойно. Не вижу его. Все пучком. Черт. Приземлись. Есть. 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 О май гад. Как же меня все это заколебало. Фу. Вы не представляете. В общем я снимаю этот выпуск просто два дня. Мы его забили. Офигеть. Мой гад. Я просто даже уже на самом деле отчаялся. Я думал я сейчас просто включу креатив. И не знаю. Ну в креативе буду все это доделывать. Потому что. Я тут несколько раз просто заходил. Он меня убивал на лестнице. Я даже. Я сейчас даже вам добавлю лестницу. Потому что. Ну чтобы вы видели. Сколько нужно пробежать. Чтобы добраться до него. Потому что это вообще триндец. Вау. С этой системой. Когда у тебя очень мало слотов. Когда у тебя вообще ни черта нету. Очень сложно. Безумно сложно. Подобраться к нему и стрелять. И он постоянно летит на тебя. Это какое-то измененное. Не знаю. Может быть поведение. Или еще что-то. Черт его знает. Ну ладно. Все. Это сборка официально к чертовой матери пройдена. Я на самом деле она мне безумно понравилась. Я вернулся в энд в креативе. И я хочу посмотреть другое. Во-первых. Как видите. Нету эндерменов. И весь этот спаун. Я так понимаю. Был прибит разработчиком. Потому что здесь и без этого спауна. На самом деле супер жестко. Я думаю что. Если бы здесь еще эндермены были бы. То мы бы с вами вообще ничего не смогли сделать. Иссушителя. Здесь по идее забить нельзя. Потому что. Скелетов и сушителя нет. Я не могу собрать черепа. Здесь эндерменов тоже нет. Ничего нету. По идее. Где-то должны быть города. Элитры и прочее. Но. Здесь они не нужны. Здесь сборка заключается именно в том. Чтобы забить этих четырех боссов. Собрать все ресурсы. И убить эндердракона. Мы это с вами сделали. Я официально закрываю это прохождение. Потому что выживание. Точнее здесь. На этой сборке. Или прохождение этой сборки. Я безумно доволен от него. Потому что оно мне очень понравилось. Оно сложное. Оно интересное. Здесь очень всего много нового для меня. Того что я вообще ни разу не видел. Потому что я не играл с вот этими. Существами мутантами. Или как это там. Мутант. Критчерс если не ошибаюсь. Называется. Модификация. И из них. Вот эти вот все вот боссы. Это из этой модификации. Взяты. Переделаны. Ну или не переделаны. И во всяком случае лут им переделан. И собственно говоря. Из них делается как раз. Возможность попасть сюда. Ну и естественно эндер дракон. Который. Который просто безумно сильный. Потому что. Опа. А здесь граница мира. Смотри-ка. Че? Граница мира? Он поставил границы мира? Или. Они. Я думал. Здесь нет никаких границ мира. Возможно есть. Я че-то прям в шоке сейчас. Я в первый раз с таким. В Майнкрафте столкнулся. Соответственно. Он тебя бьет. Накладывает кровотечение. Кровотечение тебя добивает. Ты если начинаешь лечиться. Все лечение. Очень-очень долгое. И. Легче просто с ним сражаться. И потом прибежать еще раз. Потому что он заходит на второй круг. И наносит по тебе второй удар. То есть. Ну вы сами все видели. На этом все. Если понравилось. Пожалуйста. Поставьте лайк. В ближайшее время начнем. О прохождении той сборки. Которой я много говорил. Я надеюсь. Что она зайдет. И она понравится. Я надеюсь. Что я с ней справлюсь. Потому что. Та сборка. Она по идее. Она более разнообразная. Там больше механик. Там больше механизмов. Но она тоже очень сложная. Она по идее. Должна быть очень-очень. Просто не то чтобы очень. А просто безумно сложной. Ее там за 10 выпусков. Точно не пройдем. Если понравилось. Пожалуйста. Поставьте лайк. Не забывайте подписываться. Чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok